И всё-таки ещё раз вспомним, как прошёл этот день, который был полон судебными перипетиями. Вся хроника разбирательств в суде в материале Александра Васильченко. Возле Соломинского райсюда столицы яблоку негде упасть. Здесь не то, что проехать, пройти невозможно. Активисты, недовольные переносом судебного заседания, перекрыли выходы из помещения. Ворота заблокированы автомобилями. После полуночи к митингующим выходят адвокаты Насирова. Требуют присутствие руководителей НАБУ и САП. Затем зачитывают заявление подопечного. Я, Насиро Роман Михайлович, фактически могу рассчитываться вольным. Таким образом, могу покинуть будильный суд. Однако, принимая до уваги общественный резонанс, который возник вокруг этой криминальной дела, частью которой, до речи, он является, проявить громадскую ацентиву и всячески продемонстрировать свою готовность, współработица со следствием и без всяких сумнений не покидайте межи Украины. В 12 часов ночи истекает трехдневный срок содержания подозреваемого под стражей. Насирову объявляют, он свободен. Когда спороводники НАБУ голосовали пану Насирову, что он вольный и может вольно пересуваться, он пытался встать из лечка сразу, но адвокаты попросили лежать больше раз. Но покинуть помещение фискалу так и не удается. По словам нардепов, сотрудники НАБУ так и не поддались на уловки адвокатов. Сейчас, когда уже завершились эти 72 часа, они сами попросили, чтобы с паном Насировым провели следственные действия. То есть, допыт, например. Суть в том, чтобы провести такой допыт, следственным НАБУ нужно было бы его вывозить из этой строительства. Уже утром журналисты видят Насирова сидящим в судейском кресле. Спустя пару часов в сопровождении адвокатов и медиков он выходит из зала суда. Вид у подозреваемого изнеможденный, руки перебинтованы, на вопросы не отвечает. Спустя полчаса начинается заседание по отводу судей. В зале разговоры вокруг здоровья Насирова и возможности его присутствия на заседании. Такую позицию адвоката вчера не поддержал судья Бобровник. За что его обвинили в предвзятости. Позже судья выносит решение. Бобровник продолжит вести дело Насирова. Адвокаты заявляют о таком вердикте знали. Мы знали, что не будет задоволен. Единственное наше намагание – это вернуть увагу главующего судей Бобровника, который рассматривает 99% колпотаний специализированной антикоррупционной прокуратуры, что хотя бы несколько колпотаний нужно рассматривать с неопереженным ставлением до сторон в процессе. По мнению прокурора, ходатайство защитников было необоснованным. Они просто затягивают время. После возобновления судебного процесса защита теперь ходатайствует о судмедэкспертизе. Прокуроры отвергают это требованием. Позже на заседании представители института кардиологии министра Жеско заявили, у Насирова был гипертонический криз. И это не помеха для участия в заседании. О том, что инфаркта не было, теперь открыто говорят и адвокаты. Но при этом обвиняют НАБУ в многочисленных нарушениях при вручении подозрения. И требуют обнародовать видео, где обвинение зачитывается подозреваемому, который находится без сознания. Тем временем на улице продолжается митинг. Активисты говорят, будут блокировать суд до тех пор, пока Насированию изберут меру пресечения. В свою очередь прокуроры заявляют, удерживать Насирова силой не собираются и слежки никакой не будет. От суда просят меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 2 миллиарда гривен. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.